Вторая глава, пятидесятый стих. Но они не поняли сказанное им слов. Как это к нам относится? А все Писание написано для нас так написано. Вот они не поняли, а мы его поняли. Я конкретно могу сказать о православных, ничего бы они не поняли. Я встречался с людьми, которые умеют читать, много читают. Я дам почитать Новый Завет. Он возвращается через неделю и говорит, ничего понять не могу. Первый раз такая книжка попалась. Чего не понимаешь? Давай садись, начинаем читать вместе. Все понятно. Он отвечает, непонятно. Ну вот идет Петр по воде. Вот его спасает Христос. Что тут непонятно? Мне все тут непонятно. Как вода может его держать? Как Христос шел? Почему те ученики остались, он вылез из лодки, да когда лодки на безопасность? Оказывается, вон что он не понимает. И они не поняли сказанного. Теперь посмотреть, как это относится к нам и чего мы не понимаем. Когда я сказал, что слово Библия не встречается в самой Библии, а как так? И он зато употребляет это слово. И говорит, дом, в котором есть Библия, делается не наступен для демонов. Слово Библия означает книги. Перевод. Библиотека. Это книга-хранилище. И когда при езде нашли книгу, то нашли фактически Библию. Но в Библии 77 книг, но нашли только второзаконие. Потом на Заветы все вместе соберут. Езду с Емьей, по труде, сегнам на доездах. Соберет Ветхий Завет. Слово Ветхий Завет. Апостол Павел говорит, уже упоминает, говорит, при чтении Ветхого Завета у них покрывало на лице. А Новый Завет снимают Христом. Это покрывало. Эти слова уже встречаются. Но в 4 веке только объединено будет все вместе. Потому что было очень много плевел. И не 4 Евангелия, а больше 20. И как определить? И написано все хорошее. Разные варианты есть. Говорят, что положили на алтарь, помолились. Господи, ты сам лишь утром пришли, и все на полу валяются. А 4 Евангелия Матвея, Марка, Луки и Иоанна, верно на престоле. Ну, если бы это и не так, то наша вера, сознание, Дух Святой подсказали бы нам. Я читал разные эти Евангелия, смотрел, не лежит душа и все. Может быть, я предвзято служил, но церковь решила так 4 Евангелия. Объяснение 4 света, 4 животных. Вот евангелисты, с какими животными рисуются. И поэтому слово Библия встречается тысячи раз в Библии. Как говорят, а почему Иегова у нас не встречается? Восемь раз прямо написано, Иегова. А еще семь тысяч раз употребляется слово в переводе Господь. Вот говорим, Господь Иисусе Христе. В оригинале стоит Иегова Иисусе Христе. Бог открылся с этим именем. Как тебе имя? Он сказал Иегова. А ты не понимаешь ты. Иегова это произношение по-русски. В оригинале стоит Яхва. Яхва. Бог Яхва. А нам вообще это что-то непонятное, это слово. Но это так. Надо немножко шире смотреть и понимать. Вот я сказал об обослужении. Так вы что тогда раздваиваете? Да. Это свойство христианина. Я православный. Я должен в себе делать поправку. Было тогда не так. Но я принимаю все, как есть опослушный. Сейчас на церкви. Я никогда не бунтую, чтобы давайте вытащим оттуда престол. Давайте откроем, как некоторые реформаторы. Мне ничего не надо этого. Я знаю, что может быть и вообще этого теперь уже не надо. Слишком поздно хватились. При князе Владимире все это пришло. Нам важно, чтобы люди знали Евангелие, полюбили Христа, были движены Духом Божьим. Вот это все. Чтобы слава была Отцу. За Его творение, которое Он закончил. И Сыну, Который пришел, умер за нас. И Дух Святой, Который влечет нас к небесам. Который руководит, наставляет, поучает и влечает. Вот в этом надо жить. В славе. Что бы ни делал, ставь вопрос, прославится ли Отец мой небесный за это. А вот это я делаю, что движение рук, ног, глаз, все для славы твоей Господи. Но они не поняли. Когда мы сегодня это говорим, нас не понимают. Понимают те, которые вообще ничего не знают, те легче понимают. Вот мы поедем сегодня, там церкви нет. И мы не знаем, как будет. Но уже глава администрации сказал, что приезжайте, все. Надо молиться. Но везде, где мы бываем, мы говорим, вот вы будете верующие, собирается, поезжайте к местному епископу Максиму. Хлопочите, чтобы церковь была у вас. Но только сразу поставьте условия, чтобы у вас на престоле было Евангелие здесь, на русском языке. На сознании было Евангелие. Чтобы священник сразу организовал курсы по изучению Библии. Чтобы вы были благовестниками. Что там в претворяющем православии-то? Ничего. Все это у них должно быть. Евангелие от Луки 9, 45. Но они не поняли слово сего. И оно было закрыто от них, так что они не постигли его. А спросить его о всем слове боялись. Дело-то не во мне. Гнали меня, бунт и гнать и вас. И сегодня это слышали. Дело в невозрожденности. Рожденный от Духа Божий сразу это принимает. Независимо от того, кто он сектант или кто он уже рожденный. Он сразу принимает. Да, это по Библии. Да, это от Библии. Я православный. Сколько я потрудился с сектантами. Они вместе со всеми своими профессорами не трудились. И сектанты знают. И вдруг я нахожу в интернете обо мне отзыв. Сектанты в Америке. И говорят, этот человек пережил глубокое евангельское потрясение, переживание и возрождение. Обо мне говорят. Ему баптисты давали слово. Но начался отток от них православие. И они запретили. Это единственное было явление за все 70 лет советской власти. Почему? Я вышел с живым словом Божьим. Это не моя заслуга. Впрочем, Павел говорит, я понял всех, как потрудился. Я понял слово Божие. Бог будет судить меня по слову. Не по канонам. Не по вселенским соборам. Хотя я за них двумя руками держусь. А по слову. Поэтому ежедневно вникай. Я еще раз напоминаю родителям, у кого есть дети. Приучить их к слову Божию. Мы запрещаем привозить детей, которые играют в компьютерные игры. Все. Нынче прямо вводим к правилам. Они бесноватые. Отучите от этого. Начните с ними вместе молиться. Давайте хоть по одному стиху. У них такой хороший ум. Такая память. И они поймут. И много ему не надо толковать ребенку. Ну ты скажи ему. Господь пошел по воде. От тобой, Господа, нет. Ты пойдешь сейчас кататься. Провалится лед. Ты утонешь. Потому что ты не послушали. Рядом нету Христа с тобой. Потому что ты не послушали. И тебя лед не удержит. Ты провалишься. И ребенок это поймет. Он сравнивает свою веру с апостольской. И скажет, а у меня такое верование. Да и нужды никакой не было. Но когда будут нации за тобой. И нужно спросить. Бог тебя прямо по волнам проведет. И ты даже не заметишь. Лука 18, 34. Но они нищего из этого не поняли. Слова с ними были для них сокровенные. И они не разумели сказанного. Это все места выбрали, где они не понимали. Да как же они со Христом ходили? Духа Святого не было. И Христос говорит, доколе буду с вами. Доколе буду терпеть вас. В оригинале говорится о том, доколе буду вучиться с вами. Сгорая от жажды, чтобы они научились уразумевать слова Господия. Они не понимали совершенно. Христос пришел. И они не вчерашние, а позавчерашние. И в начале три года назад, что говорил Христос, все вспомнили сразу. И стали писать. И не в этот день. И Матхеттан, через пять лет. Ну сейчас вы ничего, дневники не ведете, я знаю. Ну вспомните, чтобы пять лет назад было на сегодняшнее число. Ведь ни один не скажет. А последний от Евангелист писал через тридцать пять лет. Да через тридцать пять лет ты забудешь, где жил. А они до одного слова, до вздоха Иисуса Христа могли вспомнить. И ответ один, делали это не они, Дух Святой. Все писание, писали святые, Божий человек будет жить движимым. Дух Святой подвигал их на это. Вот мы хотим, чтобы сегодня нами Бог двигал. Как правильно сказать? Как подойти? Кому что? Такое разнообразие в листах людей. И кто-то что-то знает. Больше всего противоречий начинает те, которые ездят в церковь. Уже заметили в этой деревне. А мне-то не надо ничего, я езжу на исповедь. Мы даем Евангелие, мальчика скажет. Которые небо, я с радостью берусь. Спрашивает, а как встретиться? А как можно к вам приехать? Эти ничего не надо им. Они полностью мертвые. А если еще постоянно ходят в храм, то она сразу против начинает говорить. Нам есть о чем подумать, о чем молиться. Первый отца 3.8. И возвал Господь Самуилу еще третий раз. Он встал и пришел к Илию. И сказал, вот я, ты звал меня. Тогда понял Илия, что Господь зовет Отрока. Даже Илия дважды не понял, а Отрок вообще не понимал. Он знал, что на ним есть старшие святые отцы, ну и прочее. Мы знаем куда. А прямо Господу не знали. Бог нас зовет. Я иду, потому что Господь зовет. Я вот отношу это все к нашей православной церкви. Внутри, где-то там, невысказанное, все-таки было сожаление. Почему же нет проповеди? Вот представьте, обыкновенный священник. И он отозвался на пробовать северным народом. Принял монашество. Потом его поставили епископом. Милокетин, Вениаминов. И он настолько был приятен всем. На сердце его деятельность легла, что его избрали митрополита московским. Я из этого делаю заключение. Но он не посягал на богослужения ни на что здесь. Он только по северным народам. О которых посягали на перевод Библии, таких как Архимандрит Макарий, Алтайских. Тех задвигали в долгие ящики, они рано умирали. Значит, здесь сильно-сильно какая-то преграда стояла. Какой дух ты не допускал до перевода Библии? Я когда об этом говорю, считаю, я без следствий могу. Представьте, речь шла от тысячи. Ведь если только считать богослужения за три часа, за два часа даже нельзя. В году сколько? 56 недель. Умножка на два утром вечером. Да теперь умножь это на количество храмов. А их 54 тысячи было в России. Да умножь на тысячу лет. Ну пусть там меньше было. Ведь речь идет о миллионах богослужения. Почему не поставили на первое место пропадевангелия-то? Я абсолютно уверен, никакой революции не могло быть. В тех странах, где Евангелие было, даже у протестантов, нигде этой революции не было. Где его скрывали, как католики, как конференции. Там парижские другие коммуны. И обходилось это уже в миллионы голов. И первое, что страдало церковь и священство. И ничему не учатся опять сегодня на то же самое. Опять с военными структурами. Опять благословляют на убийство. Они не поняли Евангелие. Они не знают его. Не ели 8-12. И пошел весь народ есть и пить. И посылать счастье. И праздновать с великим весельем. Ибо поняли слова, которые сказали им. Когда поймут слова Господни, будут и других приглашать, и подарки посылать. Какие подарки Евангелия? Видите, мы держим хорошие связи с сектантами. Я вам говорил. От сектантов прямо надо нам привезли 30 тысяч Евангелий. И мы именно сейчас вот так широко пользуемся. Как мы благодарны Богу. Но эти люди из православной семьи. Там оказались почему-то. И Бог так их сердца расположил. Вы даже не знаете эти имена, но молитесь. У нас столько везде помощников появляется. Вы ревнуйте об этом. Сами подходите и говорите. Сегодня вы едете куда? В этой неделе едете. Чтобы в окрестностях, по крайней мере, мы Евангелие раздали. Хотя бы в каждом доме одно Евангелие было. Даниил 12,8. И слышал я это, но не понял. И потому сказал, господин мой, что же после этого будет? Как плохо, когда человек не может уразуметь, о чем речь идет. Я был в некоторых странах. Есть люди, которые к тебе не расположены. И его спрашиваешь, как проехать туда. А они русских не любят. Они показывают одновременно мизинец и большой палец в разные стороны. Но когда ты на их языке спрашиваешь, он тебе точно мизинцем покажет. Когда тебе надо ехать. И я понял, как нам необходимо изменить свои отношения и к евреям. К евреям отношения сегодня, если взять по государству, правильные. Жиды и ограбили то другое. Но главное, чтобы мы получили оттуда Слово Божие. Давайте все остальное на второй план поставим. Главное у нас в Библии. И к евреям особое внимание. Молитва. Что Господи, обрати их. И апостол Павел говорит, у меня непрестанная молитва об Израиле. О спасении. О русском народе молитва должна быть не восстановление какой-то святой Руси. О том, чтобы русские люди поняли Евангелие. Поняли, что по Евангелию жить надо. И по Евангелию Бог будет судить. У русских нет понятия этого. У них храм, храм, храм. Батюшка. Все, да, там, замкнулось. И дальше, чтобы они поняли, что священник, батюшка, это всего лишь пастырь, руководитель по пути указанному в Евангелии. Другое не равно. Все остальное это самозванство. Все это безумие, когда вопреки Евангелие делают. Марка 7, 18. Он сказал, неужели вы так непонятливы? Неужели вы не разумеете, что ничего из вне входящего человека не может оскорбить его? А так о всем. Ну, в первую очередь, к староверам, кержакам. Вот чашка, ложка, все. Идут гулять, гулять можно. Напиться, упасть. Но лишь бы своя кружка при себе была. И своей кружкой надо. Ну ничего, стране-то никакой нет. Теперь-то мы все это видим. Они оказались без Евангелия. А было бы Евангелие, они бы нашли священство, старое брядство. Нашли бы. Они никого не признают. Я говорю, никого не надо отрицать, пока близко не узнаешь. И отовсюду можешь извлечь пользу. Нам запрещено молиться с сертиками. Правильно, мы это правило выдерживаем. Мы с ними не боремся. Но если он очень наш считает, как я скажу, очень наш, мне не надо. Если он молится, что против Троиц и прочее. Я не соглашусь. Я отгонусь в другую сторону. Но если считает, что очень наш, это наша молитва. Иван Гелия от Марка. И Луки 18.34. Но они ничего из этого не поняли. Слова сие были для них сокровенные. И они не разумели сказанного. И все в Новом Завете. Желаем ли мы понимать слова Христа? Если желаем, надо их включить, эти слова, в молитву. Господи, я так мало понимаю и сказанного, и считанного. Дай мне разумение. Понимаете, вот когда встретился Марфоломейка с этим иноком, неизвестно его имя, ничто, но он благословил этого отрока, и получится дальше Сергей Радонежский. И он сказал о своей нужды, считая о неразумении. Это же говорил Иоанн Кронштадтский. Поечник был, а закончил золотой медалью. Все у Бога. И Бог так допускает, чтобы наша немощь появилась. Богу не угодно, когда мы на себя возлагаем, это я смог, я своей силой, ну как на выхода Носора, я возвеличил город, и Бог сразу отнял разум, встал на щепереньки и пошел есть траву. Вот что Бог делает-то. А если не дает ума, может быть, доносы скотины, а скотинились на щепереньках уже стоим, и этого не видим. Почему Бог дал глаза так высоко, Златоуст говорит, ну скотина, она ниже спины, а у человека-то накошили, чтобы ты все видел и разумел. А око наше, это разум, говорит Иоанн Златоуст. И будем просить просвещения ока, чтобы правильное отношение было к людям, к Евангелию, к Библии, к последнему времени, чтобы мы поняли, о чем нам говорит Святая Вечная Библия. Аминь.